МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости ТВК. Проблемы банковского сектора добрались и до Красноярска. Эту тему обсудим сразу после анонса. Ненужный детский сад. Почему такое необходимое здание оказалось заброшенным? Стена на свободном, обрушение кладки в больнице, порыв теплотрассы на Вавилово, пожар на шахтеров, чем заканчиваются крупные ЧП, кроме появления списка опасных объектов. Темные дороги Красноярска, где ночью ездить опасно. И сюрприз от ГИБДД. На коммунальном мосту появилась камера фиксации нарушений. Сегодня красноярские клиенты Банка Народный кредит узнали, что они не смогут получить целиком свои вклады. Банк ввел лимит на выдачу денег не более 25 тысяч в день на клиента. Помимо этого, нельзя перевести средства на карту другого банка, поскольку приостановлены внешние и внутрибанковские какие-либо другие платежи, сообщает Интерфакс. Такая ситуация в четырех красноярских отделениях. Подобное же и в Москве. Как сообщает портал Вести экономика, цитата, по опыту других банков, можно предположить, что Центральный банк лишит народный кредит в лицензии. Конец цитаты. Пока все же этого не произошло. Руководство Красноярского отделения дали нам сегодня письменный комментарий. Вследствие спровоцированного СМИ ажиотажа и кризиса на рынке межбанковского аккредитования, руководство банка обратилось в Центральный банк за помощью в поддержании ликвидности. Банк активно сотрудничает с Банком России и с учетом мнения регулятора установил лимиты и ограничения на ряд банковских операций. Кроме этого, банк ограничил выдачу наличных денежных средств со счетов. В настоящее время банком предпринимаются все возможные меры по нормализации ситуации. Как пояснили в Красноярском отделении, головной офис в Москве им ситуацию тоже не комментирует. Работники не скрывают, что стараются не заключать договоры с новыми вкладчиками и кредиторами. Поэтому как будут развиваться события далее, неизвестно. Но тем не менее, все обязательства перед вкладчиками они выполняют. Все вклады и кредиты застрахованы, так что причин для паники нет. И, конечно, на все ваши вопросы мы постараемся ответить во время эфира. Отправляйте свои сообщения на номер 9020 с пометкой ТВК. У нас в гостях во второй части выпуска финансовый эксперт. Делать ли сейчас вклады или все же взять кредит? А вот по горельцам дома на улице Шахтеров сейчас очень нужны кредитные деньги. Да, в принципе, и любая помощь. Как сейчас они живут? Репортаж Ангелины Селиной. Я говорю, бьется все, начать заново. Я не представляю, в какие это финансы опять вылезет. Где взять деньги на ремонт? Когда Сергей, хозяин сгоревшей квартиры, отошел от шока, прикинул убытки. Более 700 тысяч рублей. Именно такую сумму его семья брала в кредит для обустройства квартиры. А теперь придется оформлять новый заем, сетует хозяин. Из ценного ничего не уцелело. Музыкальный центр и натяжных бытовок с телевизором. Вот так вот. Самые такие ценные. Ну и супруга покупала люстру с горного кухня, я на кухне висела. Пришлось выбросить. Большая. Ну и плюс на кухне была антиэлектральная подсветка. То есть там, где вы сыты, там все работает. Отходите, она все это гаснет. К сожалению, это все накрылось. Удовольствую спасти это нарды, которым 22 года. Все-таки их отмыл. Я их никуда не выброшу. А вот Вячеслав Конопелько, полковник внутренней службы в отставке, восстанавливать сгоревшей квартире, видимо, уже ничего не будет. Бывшему служащему МЧС пришло письмо о том, что нужно освободить квартиру до конца сентября. Так как кончился договор найма. Жилье за выслугу лет, как рассчитывал мужчина, ему не предоставят. Куда с семьей переезжать, Вячеслав не знает. На то, чтобы сейчас снимать квартиру, средств нет. То съехать неизвестно куда, так еще и все практически, то, что не сгорело, то пришло в полную негодность. Материальную помощь, которую, так скажем, окажет администрация города, я не думаю, что она будет великая, и что я смогу восстановить что-то это частично. Тем временем другие пострадавшие от пожара заделали окна и балконы полиэтиленом. Двери до сих пор не у всех установлены. Батареи в доме горячие, но из-за сквозняков работают впустую. В управляющей компании «Континент-1» нам пояснили, что тем, кто обратится с заявлением, сделают перерасчет за тепло. Жильцам запретили самостоятельно устанавливать стеклопакеты, объяснив это тем, что окна им поставят за счет бюджета. Как пообещали погорельцам, устанавливать их начнут уже на этой неделе. А пока люди пытаются хоть как-то очистить квартиры от копоти и запаха гари. Мы проверили, долго находиться в доме невозможно. Помогут избавиться от запаха гари, сделают ремонт, почистят ковры и мебель. Обгоревший дом обвешан объявлениями о выгодных предложениях. Однако на данный момент не все жильцы могут позволить себе эти услуги. А объявлений о бескорыстной помощи на доме нет ни одного. Ищут тех, кто поможет бесплатно. Красноярские волонтеры уже собрали огромное количество вещей. Погорельцам нужна новая обувь, теплые вещи и стройматериалы. Нам бы хотелось, конечно, сегодня вот так обратиться к жителям нашего города и в частности к предприятиям города, к производителям, к бизнесменам. Жильцам нужна конкретная предметная, целенаправленная помощь. Входные, стальные двери нам нужны. Соответственно, это предприятия, которые занимаются производством либо установкой дверей. Стройматериалы – это все краска, инструменты, обои, шпаклевки. Все, что касается строительства. Очень важно участие клининговых компаний. Если вы готовы помочь новыми постельными принадлежностями, детским питанием, мебелью или стройматериалами, можно обратиться в пункт сбора вещей, который открыт прямо в доме по улице Шахтеров 40. Либо звоните по телефону, который видите на экранах. Ангелина Селина, Александр Сагайдак, Новости ТВК. Внимание водителей! На коммунальном мосту появилась камера фиксации нарушений. Это новый комплекс, который регистрирует не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу. Камера охватывает все шесть полос движения в обоих направлениях. Установить видеонаблюдение именно на этом участке решили из-за аварийности. Причем сильно высокая, ее не назовешь, но если на коммунальном случаются аварии, то обычно с тяжелыми последствиями. Это отмечают и в ГИБДД. Камера установлена на опоре уличного освещения на островной части коммунального моста. И так называемые письма счастья со штрафами начнут переходить водителям уже с сегодняшнего дня. Штраф за превышение скорости от 500 рублей, за выезд на встречную в 10 раз больше 5000 рублей. Сегодня в Красноярске состоялось судебное заседание по обвалившейся стене на свободном. Заседание очередное и ничего нового не приоткрывшее. Интерес к подобным ЧП проходит со временем. Но тогда, сразу после обрушения, деятельность была кипучая. Масштабная проверка подобных стен, список всех опасных. То же самое было и после обрушения стены в больнице на Винбаума. Такой же список появился и после порыва трубы на Лавиловой. И сейчас есть список опасных домов с композитными панелями. Что происходит после? Чем заканчивается бурная деятельность чиновников? Разбиралась Василиса Лукашевич. Сейчас вы говорите совершенно о другом. Я не говорю о том материале, который есть в деле. Очередное заседание суда по упавшей стене на свободном выдалось долгим и похожим на несколько предыдущих. Один из подсудимых даже успел задремать. Защита и обвинения снова и снова перебирают детали, документы и прежние заявления, пытаясь подловить друг друга. На скамье подсудимых по-прежнему Олег Гончаров и Александр Ковригин. Прокурор просит по 7 лет тюрьмы каждому. А вот так сейчас выглядит место трагедии. По тротуару в верхней части расползаются новые трещины. К восстановлению стены никто не приступал. Сразу после обрушения прошли массовые проверки. Красными ленточками и бетонными блоками до сих пор огорожены еще несколько опасных объектов. Например, около музейного центра. В таком виде стены стоят больше года. Нет денег на ремонт. В Красноярске выявлено 53 подпорных объекта и заметных изменений с ними не происходит. Лишь на Копылово стена сейчас снесена и зияет грунт. Глава департамента хозяйства говорит, работы в изучении подобных конструкций еще много. Продолжаем ежемесячно заслушивать тех людей. Допустим, у меня сформирована группа рабочая, которая говорит о состоянии этих подпорных стен. Только после обрушения по каждой красноярской стене были определены конкретные ответственные. А вот в деле другой инженерной катастрофы, рухнувшего 5 июля в Виадуко на Симофорной, обвиняемым признан один единственный человек. Водитель грузовика, который врезался в опору пешеходного моста и спровоцировал обрушение. Дело передано в суд и снова только после ЧП власти активно приступили к работе. То, что произошло, это действительно та случайность, которая, к сожалению, распроисходит. Но вместе с тем мы также еще раз повторно сделали инвентаризацию всех инженерных сооружений, которые есть. И глава города сегодня подписал распоряжение, которое предусматривает четкую градацию, какой порядок этой инвентаризации этих инженерных сооружений есть. Отследить состояние почти двух тысяч километров изношенных тепловых коммуникаций задача посложнее признают в департаменте. Пристальное внимание теплосетям начали уделять после майской аварии. 22 числа на улице Вавилова прорвало трубу. Это был бы рядовой порыв, но пассажирский автобус оказался в гейзере кипятка. Пострадали люди. Дело уже находится в суде. И снова выбран самый очевидный обвиняемый, которому грозит до семи лет за решеткой. Самая дорогая в мире за этот год техногенная авария произошла на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе. Взрыв прогремел в ночь на 16 июня. Следствие продолжается до сих пор. Пока даже не выявлен полный круг подозреваемых лиц. И опять же ситуация на личном контроле самого Игоря Сечина. И только после недавнего пожара на шахтеров надзорные органы задались вопросом, из чего же сделаны наши фасады. Этот год отлично продемонстрировал, как быстро мы начинаем наводить порядок после трагедии и как быстро переключаем внимание на новые проблемы. Василиса Лукашевич, Виталий Суботин, новости ТВК. Парт «Билет на стол». Депутат Законодательного собрания края Марина Добровольская покинула ряды «Справедливой России». Она написала заявление об уходе, поскольку не согласна с политикой, которую проводит региональное отделение СССР во главе с Николаем Тригманом. Более того, Марина Добровольская называет своих теперь уже бывших соратников сектой, состоящей из господ миллионеров. За что красноярские справедливоросы заслужили столь нелестные эпитеты, что стала причиной этого, мы узнаем сегодня из первых уст на канале ТВК в 20.30. Марина Добровольская станет гостем прямого эфира в программе «После новостей». Не пропустите. Еще у трех российских банков отозваны лицензии, а в Красноярский банк «Народный кредит» ограничил выдачу денег. Детский сад никому не нужен? Здание заброшено уже полтора года. Туристы на привязи. Следить за гостями Таиланда предложили с помощью электронных браслетов. Зачем? Узнаете в 20.22. Красноярскому краю с федерального бюджета выделено более 7 миллионов рублей на содержание украинских беженцев. Как сообщила радиостанция «Бизнес-ФМ», соответствующий документ опубликовало правительство России. Согласно распоряжению, в общей сложности 79 регионов получат более миллиарда рублей на финансирование обустройства переселенцев. В документе сказано, стоимость одного дня пребывания составляет 800 рублей. Общее количество беженцев, на которых выделены деньги, более 119 тысяч человек. Детские садики построят вовремя. По крайней мере, в этом твердо уверены чиновники городской администрации. Сегодня на сессии Гурсовета они опровергли информацию о том, что некоторые детские сады, которые должны быть сданы в следующем году, строят не по графику. Напомню, что около месяца назад депутаты посетили несколько строительных площадок муниципальных детских садов. На многих из них народные избранники увидели только фундамент. При этом дошкольные учреждения обещали сдать уже зимой. В связи с этим депутаты усомнились в обещаниях городских властей. Однако сегодня в городском совете Алексей Хромцов заверил, что все идет по плану. С учетом отсроченных платежей, которые заложены в бюджете на 2017 год, у нас заложено 4,191 миллиарда рублей. Для того, чтобы недостающие 10 тысяч 35 мест, согласно программе, было реализовано. Но пока обещания не все исполняются. Детский сад на Малиновского власти до сих пор не взяли на баланс муниципалитета, хотя обещали это сделать полтора года назад. Сейчас город сам разбирается, почему же так произошло. Закрыли детский сад по адресу улицы Малиновского 1А еще в 2013 году. И с тех пор здание, которое находится в хорошем состоянии, не охраняется вообще. Раньше дошкольное учреждение принадлежало Министерству обороны, а затем детский садик, в котором было 130 воспитанников, должны были перевести на баланс муниципалитета. Наша съемочная группа сегодня отправилась посмотреть на здание детского сада вместе с родителем, который считает, что для того, чтобы дети могли там заниматься, требуется не так много средств. Экскурсию по заброшенному детсаду мы покажем сегодня в ночных новостях ТВК в 23.00. В мэрии обещали также прокомментировать эту ситуацию уже к следующему выпуску. Прогулка с препятствием. Именно так можно назвать ежедневное передвижение мамы с коляской по городу. Походы по поликлиникам, магазинам или поездка в автобусе для родителей с ребенком становится испытанием на физическую выносливость. Эту проблему мы решили сделать главной темой программы «Семейная суббота». Как поучаствовать в съемках программы, расскажет Ксения Митрофанова. Как передвигаться с коляской по городу? Я уверена, что с этой проблемой ежедневно сталкиваются все красноярские родители. Отсутствие пандусов в поликлиниках, в аптеках, в магазинах. Сейчас я обращаюсь к вам, наши телезрители. Если вы действительно сталкиваетесь с такой проблемой, у вас есть ребенок, пока он сидит в коляске, и вы знаете те объекты, где существуют такие проблемы, пожалуйста, не сидите дома, а приходите завтра на нашу площадку для разговоров. Мы встречаемся в Дримленде, это детский развлекательный центр, который находится в Изумрудном городе, в 10 часов утра. И возвращаемся к теме банков. Накануне возникли проблемы у банка «Народный кредит». Он ограничил выдачу вкладов и не выдает кредиты. Только сегодня отозваны лицензии еще у трех банков. Московского Союзпромбанка, Самарского банка «Приоритет» и Махачкалинского «Эсидбанка». Финансисты говорят даже о неком списке, банков, где можно понять, какой из них будет следующим. Я представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Анастасия Потекина. Здравствуйте, финансовый эксперт. Анастасия, ну вот что же все-таки происходит здесь? Это процесс такого самоочищения? Банков слишком много? Или все-таки это какие-то проблемы в системе? Добрый вечер. Тут на самом деле очень много факторов, безусловно. У Центробанка, безусловно, есть направление на сокращение количества банков, потому что сейчас банков почти тысяча. Есть разные версии о том, сколько нам нужно банков для счастья, но, видимо, Центробанк целенаправленно сокращает количество кредитных организаций. Ну а проблемы в секторе все-таки, их можно какие-то увидеть? Или это скорее уже желание чем-то объяснить? Понимаете, банки – это кровеносная система нашей экономики. Если денег в экономике нет, банки будут испытывать проблемы. Это все взаимосвязано. Сегодня у нас нет такого, что у нас где-то очень хорошо. Везде все достаточно плохо. Ну, большинство людей не разбираются в таких вещах и очень легко поддаются панике, когда слышат, вот один банк закрылся, второй не выдает. У трех банков отозваны лицензии. И появляются на этом фоне уже спекуляции. Вот мы сейчас послушаем нашего коллегу с «Бизнес.ФМ». Он расскажет историю, которая произошла на Урале. Давайте послушаем. Появилась группа товарищей, которая решила этим воспользоваться и, вероятно, проверить на прочность банковской системы именно Екатеринбурга, Свердловской области. Пока Екатеринбург и Свердловской области. И была запущена непроверенная, неподтвержденная информация среди, причем, больших групп населения о том, что у определенного количества уральских банков, в местных банках, не федеральных, достаточно крупных, заберут лицензию. И, в общем, все на этом закончится. Люди потеряют деньги, потеряют зарплату на карточках. И люди просто панически побежали опустошать банкоматы, вклады и так далее и тому подобное. Центральный банк, региональное отделение ничего просто не делало. А что будет в ситуации, если во всех крупных городах страны одновременно кто-то начнет сеять такую панику? Ну, слышали, да? Вот действительно паника. Как избежать? Ну, по крайней мере, в Красноярске. На что ориентироваться, где узнать? Если вы вкладчик в физическое лицо, и ваш вклад составляет сумму меньше, чем 700 тысяч рублей, то поддаваться панике вообще бессмысленно. Чаще всего, во-первых, любой банк можно уронить, и пример коллеги как раз это показывает. Если мы завтра побежим все отзывать вклады из банков, ну, практически любой банк рухнет. Без вмешательства каких-либо остальных сил. Ну, если говорить о том, что все-таки возвращается к вкладчикам, можно понять, в общем-то, ситуацию. Я все-таки рекомендую в ситуации, когда вы знаете, что у вашего банка начались проблемы, допустим, ограничения, не бегите, не пытайтесь забрать эти деньги, потому что... Будет еще хуже. Ну, будет еще хуже, потому что сейчас, если у банка могут отзвать лицензию, бывает, что банки предлагают какие-то альтернативные варианты по выводу денег, и они не всегда очень хорошо для вкладчиков обходятся. Банк предлагает разорвать договор вклада, тем самым вклад теряет силу. В итоге, когда в банк отзывается лицензия, вклад получается незастрахованным. Вот так вот скажем. Последний вопрос у меня. А как узнать, что у банка начались проблемы? Или могут начаться? Ну, знаете, вот мое ощущение, это исключительно мое мнение, субъективное, что сейчас вот это как игра в рулетку по большому счету, потому что, повторюсь, проблемы могут быть у разных банков совершенно, у разного уровня банков. Это первое. Второе. Центробанк достаточно избирательно отзывает лицензии. Это второе, опять же, на мой взгляд. Ну, поэтому еще раз могу порекомендовать все-таки вкладчикам, наверное, не переживать. Меньше 700 тысяч вклад, вы можете переживать, вам достаточно быстро и оперативно его вернут. Так же, как и средства на картах пластиковых, так же, как и средства там на счетах. Спасибо большое. Ну, и, наверное, совет смотреть новости, в том числе новости ТВК. Мы будем сообщать о ситуации на банковском рынке, так сказать. А с начала года лицензии лишилось уже около 30 банков. Мы продолжим выпуск после рекламы. Сочинение перед госэкзаменом. В этом году выпускникам готовят новые испытания. Компенсация по ДТП выросла до 400 тысяч. Кто из водителей сможет рассчитывать на повышенную выплату? Допуск к ЕГЭ через сочинение. Накануне Рособорнадзор обнародовал сроки проведения выпускного школьного сочинения, которое будет обязательным в этом году и станет первым этапом подготовки к сдаче ЕГЭ, сообщает издание «Газета.ру». 11-классники напишут сочинение уже 3 декабря, то есть уже во второй четверти. Всего на сочинение отведено 4 часа, и оцениваться оно будет по системе «Зачет-незачет», по результатам которого школьники будут допущены или не допущены к сдаче экзамена. Те, кто получит незачет, смогут пересдать экзамен уже в феврале. В случае успешного написания сочинения оно добавляет дополнительные баллы к общей сумме ЕГЭ, не более 10. Кстати, в этом году Рособорнадзор впервые разрешил сдавать экзамены в середине учебного года досрочно. Уже в феврале 2015-го будет организована сдача госэкзаменов по русскому языку и географии. Еще одно новшество. Теперь экзамен не будут проводить в июле, а пересдать неудовлетворительные результаты выпускники 2015-го года смогут уже осенью. И в студии уже появилась Тома Васильева. Тома, добрый вечер. Добрый вечер. Но мы в школе писали все сочинения, это было нормально, я думаю. Это было нормально, я очень любила писать сочинения. Если честно, когда их отменили, я прямо сетовала, потому что, ну, это как нельзя лучше раскрывает таланты и на что способен ребенок. Сейчас наши дети и наша молодежь раскрывают свои таланты в написании только лишь СМС, поэтому я очень рада, что сочинения возвращают, только непонятно, зачем зачет или не зачет, где оценки, и как вообще это тогда будут оценивать. Ну, а об этом мы не будем говорить сегодня в 20.45, но зато поговорим о том, как вообще можно раскрыть свои таланты. Педагоги говорят, что это можно сделать, и причем в самом раннем возрасте. Вот 20.45 обо всем более подробно. Спасибо, Тома. А сейчас коротко потребительские новости. Моё место ещё не занято. В Госдуму внесён проект поправок в Трудовой кодекс, который запрещает работодателям официально приглашать на должность нового специалиста до тех пор, пока прежний не отработает положенные две недели. Это поможет гарантировать право граждан, написавших заявление об увольнении, в течение 14 дней передумать и отозвать его. Автор поправок депутат Дмитрий Савельев считает, что законодательство в большей степени защищает работодателей, чем работников. Считается, что срок между подачей заявления и увольнением нужен работодателю, чтобы найти замену. Пора уже смещать акценты, говорит Савельев. Пусть этот срок служит и работнику, чтобы при желании он мог изменить своё решение. Россияне стали меньше пить пива. Балтика, единственный пивовар, не сокращавший производство в России, всё же приостановил работу двух заводов в Челябинске и Красноярске. По словам владельцев компании, решение было принято в связи с сезонным падением спроса на пиво. Да и в целом люди стали меньше заинтересованы в этом напитке. В корпоративном отчёте компании за 2013 год сообщалось, что потребление пива в России за год снизилось на 8%. Однако предприятия закрыты не будут, и массовых увольнений дирекция не планирует. Как только начнётся рост рынка, работа этих площадок будет возобновлена. Туристы на привязи следить за гостями Таиланда предложили с помощью электронных браслетов. У каждого такого устройства будет свой идентификационный номер. С помощью браслета всегда можно посмотреть, где находится его обладатель. Приспособление может выдаваться при заселении в отель и быть гарантом безопасности на курорте. Президент Чехии говорит с Европой по-русски. Владимир Потанин запрещает цену уезжать из России. Алла Пугачёва красуется на новых банкнотах. Об этом и не только. Сегодня говорят в интернете. Рубрику блокпост смотрите сегодня в 23.00. В ночных новостях ТВК. Максимальная сумма выплат владельцам полисов ОСАГО уже завтра станет больше. Об этом газете «Коммерсант» рассказали в Российском Союзе автостраховщиков. Если сейчас компенсация за повреждение авто после ДТП не превышает 120 тысяч, то с 1 октября сумма вырастет до 400. При этом рассчитывать на повышенную выплату могут только те водители, которые оформили договор со страховыми фирмами после 1 октября. Я напомню, что максимальная сумма выплат не менялась уже 11 лет. За это время выросла и стоимость автомобиля, и цена ремонта. Общественники давно добивались увеличения выплат, поскольку при серьезном ДТП суммы в 120 тысяч рублей было недостаточно даже для того, чтобы машина вновь начала двигаться. Не говоря уже о внешнем виде. Несмотря на все плюсы нововведения, многие эксперты предполагают, что теперь еще сложнее будет получить достойную страховую выплату от компаний. При этом цена самого полиса в ближайшее время не поднимется, говорят специалисты. Однако в будущем страховщики планируют удорожание на 20-30%. Эфир на канале ТВК продолжит. Программа «После новостей» в студии уже находится ведущий Илья Зайцев и его гостья, депутат Законодательного собрания Края Марина Добровольская. Сегодня будем говорить о том, почему она решила уйти из партии «Справедливая Россия». Спонсор прогноза погоды в городах нашего края салон «Штортач» объявляет о новом поступлении. На коллекции прошлого сезона большие скидки. Редактор субтитров А.Семкин И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет сеть магазинов немецкой обуви «Каприз». «Каприз» – идешь как по воздуху. В Красноярске днем плюс 12, ночью плюс 3, переменная облачь.